Доктор Сегодня я снова был у доктора. На душе творится какое-то говно, которое другим словом назвать сложно. Доктор давно предлагает мне немного отдохнуть, отлежаться под его чутким присмотром. Место у него незавидное, но почему бы нет? Я, наверное, и правда устал. Думаю, может воспользоваться его предложением. Доктор говорит, я эпохондрик. Это когда плюнули тебе в душу, а болит все тело. Когда я его спрашиваю, как же такое может быть? Он пускается в такие туманные, длительные размышления, что если бы я встретил ту дрянь, которая плюнула, я не смог бы это все повторить и пересказать. Проще было бы сломать ей ноги. Но она знает, что делать я этого не буду. И я знаю, что не буду. Поэтому ноги болят у меня. Доктор говорит, что именно так это и работает. Я не смотрю на женщин уже 12 дней. Доктор говорит, что это верный признак того, что я иду на поправку. Доктор сказал, что внутри каждого из нас кто-то живет, и попросил его нарисовать. Я нарисовал ремень ГРМ. Эта зараза поселилась в моем мозгу уже неделю, потому что свистит по утрам при подаче топлива. Больше никого из жителей обнаружить внутри не удалось. Не, признаки жизни, конечно, присутствуют. Но, судя по всему, эти бедолаги уже давно и прочно в коме. Надо спросить у ребят, у кого есть хороший автослесарь. Люди, оказывается, мрут не только внутри меня. Они мрут толпами еще и снаружи. Это плохая новость. Я никогда об этом не думал. Некоторым уже не впишешь по самое ого-го, а кому-то не посмотришь в глаза. Эти счастливчики хорошо отделались, слившись раньше всех. Отдуваться и отвечать за весь этот бардак приходится нам, которые остались. Доктор говорит, там определенно что-то есть. И им типа там неплохо. Я не верю. Мои соседи по палате говорят, что рыпаться бесполезно. Не, не именно здесь, а во вселенском масштабе. Все уже прописано, разрулено, причесано и утверждено до нас. Я еще не решил, нравится мне эта мысль или нет. Тварь ли я дрожащая или право имею. С одной стороны, это значит, что что бы я тогда не сказал Ленке, она все равно бы свалила. С другой, это значит, что можно вообще ничего теперь не делать. Петя говорит, что главное не это. Главное, зачем мы Богу? То есть, зачем он развернул этот передвижной театр с нами в виде кукол? Доктор советует его не слушать. А у меня появились странные ощущения. Кажется, я начал думать. Но тоже пока не понял, нравится или нет. Доктор говорит, что золото делается из говна. Это значит, что когда тебе очень хреново, надо найти того, кому еще хреновее, чем тебе, и ему помочь. Я долго пытался представить, кому может быть хреновее, чем мне сейчас. Не смог. Доктора сегодня нет. Он уехал на какой-то там симпозиум. Уехал, мягко говоря, не кстати. Петьке стало плохо. Яхезе, как называется, такой приступ, когда взрослый мужик бьется головой о пол. Но мы все втроем держали его, чтобы он чего-нибудь не натворил. Кажется, я понял про золото и говно. Я спросил у доктора, как же так бывает, что ломается голова. Это же не кость, не мышцы, не сустав. Почему вдруг человек, который совершенно нормально соображал, перестает соображать? Доктор сказал, что история эта темная и весьма не такая простая. То, что сейчас считается тяжелым диагнозом, ранее считалось и бесовской держимостью, и святостью. Жанна Даркова, говорят, тоже голоса слышала. Да что Жанна? Сам Сократ говорил, что у него есть даймонион, который ему нашептывает умные мысли. Я ответил, что у нас сейчас каждый второй что-то слышит и с кем-то коннектится. И все это регулярно показывают по телевизору. Доктор пожал плечами. У меня нет столько палат, сказал он. Я начал читать. Много. Лучше бы я этого не делал. Философы забавные ребята. Каждый из них считает свою теорию единственно верной и виртуозно доказывает, что мир произошел от козла или... Тут можно подставить любое слово. Такое же абсурдное обязательно появится стройная цепочка логических доказательств, которую еще и фиг опровергнешь. Физики. Еще забавнее. Эти никак не могут договориться, был взрыв или нет. Расширяется вселенная или сжимается. Одни законы у них не согласуются с другими, поэтому они пытаются создать теорию всего, но пока безуспешно. Талантливее всех оказались химики. Они взяли одну частицу, понаблюдали, как она выкрутасничает в различных вариантах и назвали эти варианты химическими элементами. Вы только представьте, что в основе всех элементов одинаковые базовые части. Мир однороден, поэтому на атомном уровне, что алмаз, что говно, действительно одно и то же. Я начинаю думать, что буддисты были правы и что мира на самом деле не существует. Меня эта мысль веселит, доктора пугает, хотя он и согласился со мной, что мир, возможно, непознаваем в принципе. Огромные хлопья снега налипали на дворники и оседали на лобовом стекле. Город засыпало снегопадом. Но именно так начинаются все самые интересные и сказочные истории. Или не так. Или весна. Как-то маятно, мало воздуха, и эти соловьи под окнами совершенно не дают спать и орут, как оглашенные. На самом деле я не знаю, как начинаются сказочные истории. У меня просто нет такого опыта. И когда док говорит мне рассказать о моей идеальной жизни, идеальной работе или женщине моей мечты, я впадал в ступор. Чтобы это придумать, я должен знать, как оно бывает. У меня должен быть перед глазами образец. Пусть не из моей, пусть из чужой жизни. Но мне просто неоткуда было это взять. Нельзя придумать то, чего никогда с тобой не случалось. Док сказал, что это не помешает мне снова жить, как и прежнее. Я сидел и смотрел в выпученные по рыбьи глаза кадровика, пытаясь понять, заглядывает ли в его голову хоть иногда какая-нибудь интересная мысль. Но у меня это никак не получалось. Я перебирал в голове вопросы, которые мне хотелось ему задать. Читал ли он Канта и можно ли с ним обсудить теорию черных дыр Хокинга. Но его пальцы с тщательно отполированными ногтями продолжали листать мое резюме. И мне почему-то казалось, что он вряд ли поддержит разговор. Это было пятое собеседование за сегодня. В трех местах я уже получил одобрение. И мне никто не умеет скрывать свою потекшую голову лучше, чем человек с самым настоящим диагнозом. Шизофреники, например, вообще гениальные люди. И тому масса примеров в истории. Впрочем, доктор считал меня совершенно здоровым и был убежден, что мне просто нравится быть не таким, как все. И примерять на себя причудливые медицинские названия. А я понимал, что все эти люди, они пустые. У них пустые глаза, пустые головы. Мне не о чем с ними говорить. И галлюцинации моих соседей по палате были содержательнее и интереснее, чем их монотонная и практически автоматическая жизнь. Я вышел на улицу, ловя ртум снежинки, и медленно, пританцовывая, пошел в сторону вокзала, подбрасывая в воздух заполненные многочисленные анкеты, на которых был написан мой пропуск в обычную жизнь. Через 15 минут уходила последняя электричка на гачу. Петька наверняка удивится и обрадуется, снова увидев меня. А док 100% уже кипятит чай. Субтитры создавал DimaTorzok